Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами беседуем с исполнительным директором, членом президиума федерации городошного спорта города Москвы Салахидиновым Наилем Гаяровичем. Наил Гаярович, здравствуйте! Ну прежде всего расскажите, как городки появились в вашей жизни? Ну это был далекие 70-е годы, я даже помню точно, что это был 74-й год. И случайно, когда были мы детьми, занимался в разных секциях, то есть прошел практически все, от шахмат, фотографии, самбо, немножко каратэ был и немножко легкой атлетики. И в итоге легкой атлетик у нас занимался, это спортзал был Динамо 2 здесь на Кашинском шоссе. И сели мы как-то вот сидим дышим, а внизу была площадка городочная, был тренер, я его до сих пор помню, это Василий Николай Иванович, он еще живой, мы в прошлом году ему отметили 90 лет. 90 лет? 90 лет, да. И вот мальчик маленький там, чуть помладше нас такой, бросает биту, не попадает, мажет, и мне стало интересно, я сижу, говорю, неужели трудно попасть? И в этот момент высовывается вот Николай Иванович, говорит, а ты, говорит, спустись, попробуй. Вот это был 74-й год. А сколько у вас было лет? Мне было 11 лет. 11 лет. То есть дзюдо, каратэ и все остальное нет? Не прижилось. Да, пошли в городки. И вот получилось так, что вот сидел, считал, что уже почти 50 лет я в городках. Ну да, 74-й год, у нас еще оператор наш не родился, да, а вы уже были в городках. Да, почти 50 лет в городках. Вот, я, честно говоря, запутался. То ли вроде бы 1000 лет городкам, а тут в августе собираются праздновать 100 лет городочному спорту. Разъясните, кто прав, сколько лет городкам, ну и вообще об истории в целом. Ну, вот о истории, вот мне, кстати говоря, тоже был вопрос интересен, почему именно 100 лет? Это раз. На самом деле, корни городков, как утверждается в книге, уходят далеко за 2000 лет. За 2000 лет, да. Это еще когда появились, а начиналось только славянские поселения здесь на территории. Конкретная информация идет от 18 века. Это от Александра Васильевича Суворова. Потому что до этого, как я понимаю, четкой летописи никто это не вел, не считал. Тысяча, даже 2000. А 100 лет откуда взялось? Когда произошла революция, в 23 году, прошлого века, у нас получилось, были приняты официально правила городочного спорта. И была создана Федерация городочного спорта. Поэтому отчисление идет от того, когда городки получили официальный статус. То есть были приняты правила и был уже определенный назначен статус. Многие военно-начальники, в том числе и ворошилов, которые тоже увлекались серьезно этой великой. То есть даже на уровне руководства стороной? На уровне руководства, да, были. Потому что они же были в Спартакеаде. А что такое Министерство обороны и выставляет свою команду в Спартакеаде? На самом деле, хочешь не хочешь, а придется принимать участие. Наиль, ну расскажите о развитии городочного спорта в Москве и в России в целом. Растет ли к нему интерес? На текущий момент вы приехали и присутствуете у нас на соревнованиях, которое называется фестиваль по городкам «Городки для всех», где участвуют все категории. Но вы видите, что интерес москвичей очень сильен стал за последнее время. Ведь раньше сидели что, на улице росли, сейчас появились компьютеры, планшеты, телевизоры. То есть наши дети как-то больше увлечены вот этими вот сидячими и простыми играми. А вы их вытягиваете опять на улицу? А мы пытаемся, благодаря помощи правительства Москвы, вытащить их на улицу, показать, что есть такой спорт, который интересно, который организовывает, объединяет людей. Наиль, ну а если говорить о трудностях, которые возникали у вас на вашем трудовом пути? Спасибо. У нас видео, интервью. Видео снимается. Спасибо. Сейчас на камеру не наступят. Трудности, они всегда есть. Трудности есть, потому что потихонечку мы дорабатываем площадки, которые, образно говоря, сейчас ставятся уже в детских садах, школах. Сейчас подорожало все. То есть инвентарь подорожал. Подорожало железо, подорожало дерево, подорожал пластик. Не хватает инвентаря, потому что на самом деле, благодаря гранту, интерес у дошкольных, у школьных учреждений, он вырос. И обеспечить, допустим, даже среднее количество школ города Москвы, это нереально. Мы сейчас занимаемся с детьми. Это детсады, допустим, школы. Они вырастают, выходят на улицу, а площадок у нас в Москве серьезных. Ну да, где играть. Их нету, да. На самом деле в Москве осталось несколько площадок, куда они могут прийти и серьезно дальше продолжать. А есть какая-то поддержка со стороны государства? Конечно, есть. В чем она выражается? Она выражается, а правительство Москвы помогает. Префектура Южного округа помогает в этом во всем, да. Но это не тот, на самом деле, это не тот объем, допустим, для большого города, как Москва. Требуется больше поддержки. Да, требуется и на местах, на самоуправлении тоже самое. Требуется большая поддержка в префектурах тоже самое. Потому что у нас вот приходят люди с округов, но негде им играть. Допустим, в Восточном округе уже не осталось ни одной профессиональной стационарной площадки. А на самом деле там, по большому счету, что там асфальт, металл, дерево немного. Не так уж и много и надо, по большому счету. Но этого нету пока. Нет обеспечения вот именно необходимых строительств и развития и популяризации городского спорта в общем Москве. Но мы с этим потихонечку работаем. Вот пытаемся хотя бы здесь, вот на этих турнирах собрать, да. Люди, кому становится интересно, они приезжают тренироваться уже так. Ну а здесь тренировки, они бесплатные? Тренировки бесплатные. Наиль, я знаю, что вы и сами очень хорошо играете в городки. Но может быть, как-то вот эти навыки вам в повседневной жизни пригождаются? Ну на самом деле трудно сказать, что значит пригождается, когда это нормальная физическая спортивная форма. То есть, по сути дела, часть жизни я работал столером. Тягал дуб, ясень, а это тяжелое дерево. Но то есть общее физическое развитие, естественно, конечно, в жизни помогает. Помогает во всех отношениях. Для общего тонуса? Для общего развития, да, потому что вот вы обратили внимание, да, играет это же. Сам бросил, сам пошел, достал, сам поднял. Работает спина, руки, ноги. То есть, работает вся группа мышц, по сути дела. То есть, вот если взять, допустим, людей, которые с урячей профессией, они мечтают прийти там что-то. Поиграть. Поиграть, да. Так приходите, приходите, играйте, все бесплатно. Хорошо, ну и завершающий вопрос. Вот, допустим, такой идеальный мир, вот через 10 лет. Каким вы видите городошный спорт, не знаю, в Москве, в России, в мире в целом? Ваши мечты? Вот я часто сам себе задаю этот вопрос, я отвечаю, как в 12-ю лет, да? Это городочная страна, большой город. На самом деле, было бы очень хорошо и здорово, если бы за ближайшие 10 лет, да, выросло бы площадок там в 20 раз больше. 20? В 20 хотя бы, это было бы уже здорово. Я не говорю про Москву, я говорю про всю Россию. То есть, потому что у нас есть регионы, где вот реально остались уже без площадок. Есть регионы, где мало площадок. Поэтому для того, чтобы спорт развивался, ну и самое главное, чтобы правительство на это обратило внимание. Потому что у нас сейчас вот возьми, допустим, площадок понастроить, а тренеры где? То есть, через 10 лет у нас в 20 раз больше площадок, много детских тренеров, да? Да. И для взрослых, то есть... И много у нас уже спортсменов принимает участие в соревнованиях. У нас больше становится мастеров спорта. Просто у нас становится дружнее и больше семья. Вот это самое главное. Потому что ведь ни для кого не секрет, да? Нас сейчас не очень так много, да? Но мы иногда встречаемся для того, чтобы просто встретиться, пообщаться. Поговорить о чем-то своем иногда даже между мужиками интимным. Это же вот нормальная, чистая дружба мужская, понимаете? Потому что городки – это не только игра, это еще и общение. Спасибо огромное, Наиль. Было очень приятно с вами пообщаться. В общем, большое спасибо вам.